Итак, сегодня я начинаю делать вот этот домик. Уже показывала в обзоре посылки. Это домик сделан на пластиковой конве, вышитой. Он, в общем-то, у него есть такое функциональное предназначение, это салфетница. Вот здесь видно салфеточку. Что входит в набор? В набор входит, это вот такая пластиковая конва от Рильста. Она очень плотная, жесткая, ну, прям вот настоящий пластик. Но вот на этих трех листах должны уместиться все детали для домика. Так, это у нас иголочки, огромные толстые-толстые иголочки. И кусочек ленты-липучки, он, в общем-то, там тоже нужен. Я раньше этого никогда не делала. Многое, что я показываю, делаю впервые. Просто мне интересно пробовать и делиться с вами своими впечатлениями. В наборе также вот такое огромное количество ниточек. Нитки такие тоже, ну, толстые, соответственно. Почему иголки толстые? Потому что нитки такие же. Цветов, в принципе, немного. Получается, что тут есть вот такие. Очень приятный такой синий цвет или голубой. Белый, розовый, коричневый и зеленый. Ну, и инструкция. Инструкция, конечно, порадовала. Она на китайском. В общем-то, в инструкции я могу понять только частично картинки и цифры. Потому как вся информация написана исключительно на китайском. Но самое понятное из инструкции, это, наверное, вот эти две странички. Ну, я так понимаю, что это выкройка. Как бы вот. Собственно, здесь все детали нарисованы. Сколько на сколько там клеточек. Какими швами, как где что вышивать. Ну, в принципе, вроде более-менее все понятно. И даже я тут изучала долго и внимательно. Поняла, что некоторых деталей нужно несколько штук. Вот. И, соответственно, это даже указано. То есть, благо цифры все-таки я понимаю. Вот эти листочки, это как раз, видимо, инструкция, как что делать. С этим уже сложнее, потому что здесь все-таки хоть какое-то описание вроде как есть. Но, как я уже сказала, ничего не понимаю. В принципе, мне уже и прислали на английском инструкцию просто девочки с форума. И ссылки на подобные вещи тоже в интернете. Так что я поизучаю и постараюсь все-таки разобраться, как что делать. Ну что ж, приступим. Так, для начала я, насколько поняла, нужно все вот эти детали вырезать из вот этих пластиковых листов. То есть, именно сначала вырезается, а потом же они вышиваются, каждая деталька в отдельности. Так, показываю. Так, сначала я согласно вот этой схеме расчертила на пластиковой конве все детали, чтобы заранее убедиться, что у меня все войдет. Для того, чтобы все это нарисовать, я использовала обычный маркер, такой зеленого цвета, тоненький. В принципе, вроде бы неплохо получилось. Хотя сам процесс вот этой вот разлиновки мне не очень понравился. Как-то тяжело это воспринимать. Но, тем не менее, справилась. Положила вот этот лист на белый листочек, потому что, если на темном смотреть, то очень плохо видно. Так, и вот уже один лист я разрезала, вырезала детали. То есть, тут самая большая деталь основана, на которой будет домик стоять. Это вот такие вот детали для заборчика. Еще всякие тут вот мелкие штучки. Это все у меня вышло из одного листа. Это вот остаточки от этого листа. Всего ничего осталось. Еще у меня полностью занят практически вот этот вот лист. Хотя тут вот есть небольшое пространство. Ах, да, то есть вот это все у меня не из одного листа. Две детальки из другого. Из третьего листа я тоже вырезала две детали. Вот эти заборчика. Вот, и он мне практически весь остался. То есть, все это вырезается... Я вырезала обычными ножницами. Дальше буду вырезать такими большими. Вырезается, в принципе, все замечательно. Нужно будет, видите, вырезать внутри некоторые части. Но для этого, судя по всему, придется воспользоваться канцелярским ножом. Решила все-таки показать, как вырезать. Есть тут небольшие нюансы. Когда отрезаем одну часть, с другой стороны остаются зубчики такие. То есть, их нужно обрезать. Ну, вот, как видите, ножницами, в принципе, режется хорошо. Вот, дальше нужно такими зубчиками вырезать. У меня это все размечено. То есть, я вижу, где вырезать. Здесь главное аккуратность и лишнего не вырезать. Я думала, что будут у меня какие-нибудь сложности с тем, чтобы вырезать. Думаю, пластик жесткий. Ну, оказалось, что нет. Режется он легко. Вот такая часть домика у нас получилась. И вот у нас все края, они ровные вот эти вот. А там, где мы вырезали, остаются вот такие вот зазублинки. И сейчас, когда будем вырезать вторую часть домика, надо их срезать сначала. А потом вырезать дальше. Ну, и таким образом вырезаем все детали оставшиеся. После того, как у нас все детали вырезаны, мы уже начинаем вышивать. Расшивать каждую детальку. Я уже одну сделала, более-менее разобралась, как это делается. Такая вот получилась у меня деталь. Это крыша, кусочек крыши от домика. В принципе, вот здесь как бы уже все просто. То есть, для меня вообще, ну, во всяком случае, пока самое сложное было разочертить, вот, сделать вот эти выкройки. На схеме, в общем-то, все стежки показаны. То есть, как вот изображены стежки, из какой в клеточку, в какую делается стежок, точно так я и делала. Есть ключ, ну, цветов, как я уже говорил, уже немного. Есть ключ, какой цвет, какой. Здесь, в принципе, легко догадаться. Все цвета обозначены, в общем-то, близкими к цвету ниток, кроме белого. Белый тут обозначен таким фиолетовым цветом. Поняла, что, пожалуй, удобнее начинать вот с этих небольших элементов, которые посередине где-то расположены, а потом уже зашивать фон. И здесь еще такой момент. Есть такие места, сейчас покажу, где. В принципе, здесь и видно. Ну, может быть, вот этой маленькой детальки видно. То есть, шовчики все показаны, а вот здесь, по краю обработка, то есть, это швом так, через край обрабатываются. Через край обрабатываются в основном те края, которые потом нигде ни с чем не сшиваются, я так понимаю, пока. То есть, у меня вот эти вот есть такие части, вот здесь по краю. Ну, как я и сказала, начинаем вот с этих средних элементов, небольших сердечек. Тоже, как тут показано, так и делаем. А тут у нас показано, что два раза. Так вот, видите, двойной стежочек в одни и те же клеточки. И ниточку я закрепляю так же, как и в обычной вышивке, то есть, без узелков, просто прижимаю сзади. И следующими стежками она закрепляется, эта ниточка. Ну, вот оно, сердечко готово. До следующего маленького, вот такой маленький элементик, я просто делала протяжку, и в принципе, как видите, ничего не просвечивает, все прекрасно зашилось. Вот сердечки уже готовы. Сейчас эти протяжки видно, потом они зашиваются. Теперь начинаем зашивать фон. В принципе, все это делайте, как вам удобно, я так понимаю, откуда вам удобно, начинать оттуда, начинайте. Главное, следите за стежочками. Там иногда через одну бывает клеточку, иногда через две, иногда через три. То есть, они разные. За счет этого достигается тоже какой-то объем, слой, фактура. Вот я сейчас решила начать с краю. То есть, то, что через край тут делается, сделать сначала его. Ниточка довольно длинная, ее можно разрезать на две части, но я не буду, потому что мне тут очень много, и надо как раз этим цветом будет зашивать. Вот так получился такой край, как уже обработанный. И дальше я пойду по рядам сшивать. Здесь сверху идет такой маленький, ну, такие маленькие стежочки, один ряд, а дальше уже длиннее. Вот видите, был маленький ряд, ну, такой коротеньких стежочков, теперь такие длинные стежочки начались. Ну, и так далее. Выполняем вышивку на всех-всех частях. Потом будем уже думать, как все это собирать. Мне кажется, вот этот этап работы самый легкий и приятный. Вот так все это выглядит в процессе. Ладно, будем шить дальше.